На этот раз ракетному обстрелу подверглись азербайджанские территории в направлении Сиазянского, Кюрдомирского и Габалинского районов. Причем эти земли находятся далеко от зоны боевых действий. Так только Сиазян от линии фронта разделяет более чем 400 километров. Ракеты вооруженных сил Армении были обезврежены подразделениями ПВО Азербайджана. В целом, обстрел населенных пунктов исходит из того, что вражеская армия на поле боя терпит поражение. По этой причине и прибегает к подобным методам. Ими движет желание всячески отвести внимание руководства Азербайджана от зоны боевых действий, при этом внести разлад в самом обществе. Так скажем, посеять панику. Такую цель они преследовали и во время обстрела в ночное время мирных граждан Гянджи. Противник не скрывал своих намерений с самого начала. Еще несколько дней и, боюсь, археологи не смогут даже найти место Гянджи. Опомнитесь, пока не поздно. Так за несколько дней до трагедии высказался пресс-секретарь Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Пагасян. Ведь по существу в 92-м, 93-м году с кем воевала Армения? С кем воевали армянские военные? С мирным населением. Вспомним трагедию Карадаглы, вспомним геноцид Ходжалы, Мишели, в том же самом Агдамском направлении, Физулинском направлении, Ходжавенском направлении. Они старались избегать лицом к лицу столкновения с азербайджанскими военными. То же самое они сейчас делают. Они, я думаю, идут на поводке таких партий, как Дахшнак Цитюнь, таких террористических организаций, как АСАЛА. Они по-другому уже править не умеют. Даже в своем заявлении к народу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дипломатического решения у этого конфликта нет. По его словам, добиться приемлемого для себя решения конфликта в Карабахе Армения может только с оружием в руках. Мы должны сражаться за нашу землю, тоже не выдерживает критики. И в интернете полно роликов, как полицейские Армении буквально на улицах Еревана хватают каких-то 18-летних ребят и тащат их военкоматы, чтобы надеть на них сапоги, портупею и просто превратить в пушечное мясо. Держа под огнем гражданские объекты на территории Азербайджана, Ереван пытается поддержать дух своей армии. В то же время подстрекает Баку ответить тем же. Однако, как говорит глава государства Ильхам Алиев, вооруженные силы Азербайджана ведут свои действия и отвечают лишь на военном поле. Нигер Рахманова, CBC